Направить энергию к главному выбору. Не пропускать ни единого шанса. Выковать крепче судьбу и характер. Стать героем важных персонажей. Субтитры создавал DimaTorzok Алтай, Алтайский край, Тывах, Акасия. До Иркутска не добрался. Омск. По депутатским делам? Я к сожалению к категории людей, которые заняты одним делом, не отношусь. Я пытаюсь как-то все время совмещать дисциплинируемых своих коллег по не сегодняшней деятельности, а по основополагающей, по борцовской. Либо встречу проведем, либо тренировку с ребятами. Мне однажды сказали, выборов нет, для чего ты школьников собираешь. Они же не голосуют. Я говорю, дело в том, что не часто же к ним трехкратно приезжают. Иногда приходится быть не очень скромным. Поэтому вот так вот за этот период. А разве совмещать не проще в Москве? Вот все же в Москву приезжают и говорят, потому что совмещать. Кто-то из умных сказал о том, что не всегда прямой путь самый короткий. Это во-первых. Если отвечать чуть длиннее, а кто там останется? Ну все съедутся сюда, все сократят. И сдержек не получится. Я когда боролся, у меня было плюс 4 к каждому перелету. Я именно плюс 4 часа, потому что надо было с Новосиба добраться сначала. до Москвы или еще куда-то. Учитывая, что мы с 83-го года прошлого века, у нас опорная база была Алушта, Крым. База сборная СССР, борцовская. Именно классиков. Соответственно, летали не всегда через Москву, а летали мы через Октюбинск или Оренбург. И как-то так. Кто там останется? Смотрите, Крым упомянули. Крым наш. Среди вашего окружения, среди знакомых. Я не про Госдуму говорю вообще. Зачем уже так уничижительно про Госдуму? Не надо так про парламента Российской Федерации. Отдельно поговорим про Госдуму. Кто-нибудь негативно высказывался об этой инициативе, что не надо было этого делать? Прямо вокруг вас все. Нет, вокруг меня не очень верно. Я же не являюсь осью или магнитом, который к себе все притягивает. Я на самом деле чаще поздравляю с вами. Вместе со мной. Надо так правильно говорить. Есть акценты о том, что это дорого, о том, что мы грузим на себя огрехи, накопленные не нами. Я имею в виду вложения, все вывихи мозга, которые там происходят. Он всегда был нашим. Мне очень хороший аргумент в этой связи подарила одна женщина. Я же был там во время подготовки. Приехал поддержать. До того, как 16-го произошел референдум, голосование. И на одной из встреч в Судаке, там, где Геннадская крепость, женщина подошла, сынок, спасибо, я домой возвращаюсь. Я говорю, вам сколько лет? Она говорит, мне 80. Я говорю, а чем заняты были в активном возрасте? Я учитель, заслуженный учитель Украины, русского языка и литературы. Но сама я родом из Ангарска. Знаете же, где Ангарска? В Украине. И она говорит, когда мои родители сюда ехали, они ехали в рамках одной страны. И никто не думал, что Крым там будет в другой юрисдикции, в другой подчиненности. Поэтому сейчас, не покидая своего места жительства, я возвращаюсь домой. И вот аргументы этой женщины замечательные. Они мне очень многое поставили на место. Насти, ну вот к вопросу о том, что мы наши и прочие. Вот недавно совершенно читал мемуары уральского поэта Ильи Кормильцева. И он вспоминал 80-е годы, что даже в рок-среде, среди рок-музыкантов сибирских, когда слушали вражеские голоса, слушали исключительно ради музыки. И всегда были настроены очень имперски. То есть никакие антисоветские настроения, которые очень были в рок-среде столиц Московской и Питерской, абсолютно в Сибири, как говорится, не прокатывали. Откуда тогда сейчас в Сибири какие-то сепаратистские настроения? Я читаю время, что говорят, что вот Сибирь сама по себе... Давайте мы с вами разберемся. Не все то, что показывают по телевизору или пишут в средствах массовой информации, особенно то, что касается распространения через интернет. То есть нет таких настроений? Они есть, но они не имеют такого широкого хождения. Так раньше же их не было вообще. Нет, раньше их не показывали. А пошептаться на кухне, икнуть неровно там в пользу того, что вот как же так... Я называю это из раздела пооригинальничать. Пооригинальничать. Это было всегда. Это было всегда, но никогда сибиряки не пытались из этого делать повод для эпатажа. Иногда ведь об этом говорят не сильно убежденные, иногда не зная предмет обсуждения. Только потому, что он резонансный. Знаете, что такое дефицит? Помните из нашей истории? Ну, а то же, конечно. Предмет ажиотажного спроса. Да. И вот когда понимаешь, что ажиотажный спрос будет, эту тему начинают эксплуатировать. Тему я имею в виду не с Крымом, ни в коей мере, не с сепаратизмом. У нас, как только затрещал Советский Союз, появилось намерение о том, что нужно создать там Сибирскую республику, например. Это не получило развития, как пресловутая эпидемия гриппа. Но это получилось. Получилось. Это нашло резонирующие последствия, встревожило наших деятелей, которые, не стесняясь, родили о государстве. Потом обсудили, поговорили. Я чуть позже сказал о том, что если так, то давайте пусть нам климатическую ренту платят. Что у нас? Ботинки толще, стены толще, а топительных сезон длиннее. Мы на одежду тратимся. А зарплата средняя по России. Ну, как же так? Поэтому здесь, сейчас это есть. Это было всегда. Это было всегда. Но я должен напомнить одну простую историю, если, может, вы заговорили, почему в Сибири это появляется. Представьте, кто такие сибиряки. Прошло больше 300 лет до покорения Сибири русскими. Кто покорял-то? Либо экспедиционный корпус, начиная с Армака Тимофеевича за товарищами. Либо осужденные. По уголовным, чуть позже по политическим статьям. То есть те, кто шел против режима, против строя, то есть против государства. Но потомки этих людей уже в рамках сибирской дивизии здесь полегли под Москвой. Полегли там, под Ахжевом. На марше. Приходили и в тулупах ложились в мерзлую землю. Точнее, не в мерзлую, а на нее. То есть люди, которые поражены в правах, которые предполагают, в общем-то, из-за этого своего происхождения, но иметь претензию к стране, государству, к истории хотя бы. И тем не менее. Искренне и свято служат. Что, они обморозились, что ли, в Сибири? Нет. Но сибиряки себя ощущают отдельной нацией. Это правда. Нации нет. Нет, да? Нации точно. Хотя на последней переписи, сложно трактуемые последствиями своими, некоторые пишут национальный сибиряк. Ну, понятно. Чаще всего это либо смешанный брак, ну, например, татарин с казахом. Что они напишут? Татаро-казах? Лучше написать сибиряк. Все просто. И рядышком живут все. Несибирские татары или еще о чем-то. Но при всей своей самобытности, при всей своей особенности, мы русские, которые живут за Уралом. Вот про русские, которые живут за. Вот хотелось бы мне такой вопрос вам задать. В странах Прибалтики фактически режим апартеида. Там почти полмиллиона русских имеют статус неграждан. Такое вообразить вообще невозможно. То есть вот в Европе. Почему в парламенте вы озабочены там, не знаю, усыновлением сирот американцами, запретом ук и там, балеток кружевных трусов и прочее. А не думайте о том, что наши сограждане фактически живут в условиях репрессий гражданских. Ну на самом деле я с вами не соглашусь. Мы думаем об этом только... Так а почему же мы тогда не знаем о чем вы там думаете? Почему это не промокает к нам? Промокает, не протекает. Настолько не накопило влаги слез безутешительных рданий. Только по одной простой причине. Потому что, к сожалению, наша доктрина, если угодно, чертежность, информационная, он скроен, я никого не хочу обидеть, но мы, восприятие, он скроен по английской транскрипции, по английской схеме. Мы сначала говорим о бажиотажном, о понятном, о легко переводимом, а только потом начинаем думать. У нас целый комитет есть на самом деле по соотечественникам, и они этим очень активно занимаются, начиная от протестов и в рамках парламентских форм несогласия с героизацией фашистов, многих историй, искажением исторических данностей наших, которые для нас понятны, а там трактуются совершенно иначе, продолжая защитой наших этнически русских. Поэтому то, что в той же Прибалтике, знаете, как говорят лицо кавказской национальности, для меня Прибалт именно такое же ни о чем не говорящие обидное определение. Ну, так же, как русские все пьяницы, например. Потому что и на Кавказе все слишком разные. Вот, все этносы нации, тем более подход к феврорисповеданиям. И то же самое и в Эстонии происходит. Там, где добывали уголь, там, где были в основном русские специалисты, сегодня их поставили в это уязвленное состояние. Многие из них уехали на свою этническую родину, я бы так сформулировал. И промышленность угольная встала. Там некому работать. Никто из этих замечательных людей, представляющих европейскую цивилизацию, не готов рисковать своей жизнью ради добычи угля. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы этим озабочены. Мы об этом разговариваем. Я не говорю о количестве нот или количестве двусторонних встреч или трехсторонних. Но мы постоянно. Я могу вам сказать, что, учитывая бескрайность наших территорий, мы предлагаем каждому приехать и попытать своей судьбы в России. Особо речистые участники парламентских дебатов, они говорят о том, что каждому по гектару на Дальнем Востоке. У нас уже все это было. Начиная с заселения Востока страны, продолжая организации, например, области, которая возглавляет Биробиджан. Не очень хорошая реплика. Рейская автономная республика. Поэтому здесь, конечно, мы этим озабочены, конечно, мы об этом говорим, но я должен сказать сейчас, может быть, это не очень строчку, как от меня, как от депутата Госдумы, не все напишешь законами. Иногда такая мягкая народная дипломатия, солидарность, она намного важнее, чем принятый закон или выпущенное громогласное заявление даже целого парламента Российской Федерации. Вы упомянули дату 16 марта воссоединения с Крымом. В этот же день, 16 марта, в прибалтийских городах были там марши эсэсовцев и никаких заявлений со стороны. когда референдум пошел по поводу распуска Советского Союза какого числа? Нет, не помню. Я зато помню результат. Все это рядышком. Все это очень рядышком, все это символично. И здесь это же тоже не просто созвучие. Вот о том, что там прошли ВАФНСС, все это мы знаем, а о том, что там за неделю до этого прошел чемпионат Европы по борьбе по всем трем стилям, где наши ребята и в вольной и в классике в греко-римской борьбе завоевали по три золотых не считая призов, где девчонки завоевали два приза и одно первое место. Об этом мы не знаем. Это не имеет такого ажиотажного хождения. в наших умах, не в восприятии. То есть, то, чего я уже об этом говорил. Поэтому, так же, как вы знаете, если позволите, мы об этом заговорим. У меня недавно был опыт общения с вашим коллегой, но только из Риги. А что вы знаете? А вот и шах. Я говорю, знаю, в общем-то, она была не фольклора, но немного. Я говорю, что хотите? Встретитесь со мной. Я говорю, У вас паспорт какой? Он говорит, ну, наш. Я говорю, наш. Он говорит, наш, наш. То есть, он гражданин. Он пришел, начали там, сразу первый вопрос про гибридные войны. Я говорю, я свяжусь с Маверой, то есть, вы настолько убеждены латыш, вот с таким словосочетанием, Андрей Вячеславович Татарчук. Он так же, как вы засмеялся. Говорит, а при чем здесь это? Я говорю, да при том, ну, что вы сейчас начинаете с больной, башки на здорово перекладывать? Какие гибридные войны? Ну, там же есть утверждение в Брюсселе о том, что Россия через спорт, культуру, через свою конкурентоспособную часть жизнедеятельности, ну, я имею в виду сейчас балет там тоже, да, спорт, мы доказываем, что мы победители. Это типа наш, один из наших секретных, тайных, но очень убедительно победоносных видов оружия. Я говорю, то есть, то, что вы сейчас, через 90 лет, берете на себя чемпионат Европы и проводите его в Риге, это тоже ваша попытка восстановиться или что, или вы в партизанский отряд вступили в этой гибридной войне, о чем идет речь? Ну, зачем вы вот сейчас берете все это, смешиваете? Зачем? Для чего? Поговорили, он говорит, а вот что, ну, для меня же такое. Конечно, я начинаю с того, вид даже зенит, с которым я обязан, вот и вашему вниманию сегодня. Борьба. Георг Лурих, атлет удивительный, цирковая борьба, вот эта вот романтика летчиков в этих шлемах, крагах там все, и первых пилотов в автомобиле, которых было немного. Я говорю, что, вы последователи его традиций? Я говорю, ну, только посмотрите, как все изменилось. Если был там тот же Клинстон, чемпион Советского Союза, из Риги, там еще несколько человек, я говорю, сейчас, ваше реноме, в нашей среде, восстанавливают женщины. Призерка чемпионата мира, там, в Ташкенте, призерка чемпионата мира, девочка в, в Лас-Вегасе в прошлом году, многое изменилось, или претензии, это те же самые, затея, это честная конкуренция, ну, в общем-то, да. Поэтому все здесь, вопрос как подавать. А вот скажите, задавал этот вопрос, и Валуеву, и Кожевниковой, вы понимаете, что когда вас приглашают в Госдуму, то тот багаж спортивной славы всех этих титулов работает на определенную партию. Именно мы предложили, чтобы такая сфера жизнедеятельности, как российский спорт, конкурентоспособная на мировом уровне, она была представлена в том числе и в Государственном Думе Российской Федерации. Я был первым после Юрия Петровича Власова человеком, который из заметных спортивных достижений оказался. Можно же глубже копнуть, например, о том, что сейчас эта сфера, она считается, она котируется. Сейчас никто не скажет уже, может быть, только в анекдоте о том, что было у отца там три сына, два умных, а третий спортсмен. Или о том, что, например, у нас в законодательных собраниях разных уровней, региональных в первую очередь, появились тоже мои коллеги. А вот вы скажите, вы как борец, можете мне, человеку от политики, очень далекому, объяснить, имеет ли под собой основание тезис, что наша элита вся работает в целом на нашего стратегического партнера. Я имею в виду, что у нас есть ресурс, зерноводство, элитная социальная власть. Вот власть. Да, вот власть. У нас есть ресурсы, мы там что-то добываем, и все вкладываем в ценные бумаги США. И есть ряд политологов, которые утверждают, что, в принципе, наша власть, она на самом деле проамериканская и работает в целом на... Что у нас к заговору. Да. Вот такая вот есть теория заговора. Как вы, как человек из власти, и борец, сможете это прокомментировать? Я теорию оцениваю, в общем-то, реально, понимая, что это далеко не так. Наверное, эта цена все-таки нашего безудержного стремления понравиться и быть понятным всему остальному миру. Вот здесь. Я бы в этом ключе попытался об этом... Я против того, что наша все власть поддержащие, неважно, это исполнительная власть или правопорядок, или власть законодательная, в которой я сейчас нахожусь, что все мы предатели и участники какой-то такой партизанской группы, которую сюда забросили, и так глубоко задрапировали значками, печатями, полномочиями, бланками и всем остальным. Нет, это не так. Это не так, но вот это вот желание понравиться. Можно привести пример из далекого нашего прошлого, но очевидно очерченного в истории. Например, французское влияние на одежду, на моду, на язык в том числе. Вся аристократия по-французски. Да, да, да. Аристократия как-то для меня понятнее, чем элита. Я однажды присутствовал на круглом столе. Долго рассуждали, каждому дали там по две минуты, Я пришел на меня на сеть послушать. И оказался напротив с таким человеком, очень практичным, представителем мира Чистогана и Наживы, Акадий Анатольевич Новиков. И мы сидим просто вот напротив. Места достались неплохие. Каждому по две минуты типа на выступление, по 12 секунд на реплику. Все. И мы сидим с ним и все смотрим. И вот там вот эта элита, элита, элита. А потом поднимается представитель Англии, значит, и через переводчика начинает там минут 40 нам делать на правильном английском зачесывание. Вот что же такое элита? По рождению, по образованию, по приобретенным возможностям там на военной службе, например. Ну я слушал, слушал, потом руку поднимая. Я говорю, это я кто? По рождению я вроде дворняшка. Сын шофера и советской служащей. А по достижениям ну вроде как что-то заметный парень. Кто я? Элита? Элита это не про нас на самом деле. Поэтому здесь я не согласен с вот этой вот расхожей липкой формулировочкой о том, что все враги и предатели, потому что работают в интересах других держав. О ком вы сказали, там, Соединенные Штаты или такое размазанное состояние, как Европейский Союз. Запад, да? Ну да, Запад, еще смешнее. Почему? Ну, во-первых, потому что мне удалось посчитать замечательные наблюдения Петра Акадьевича Столыпина и его современников, в том числе разноречивые своего доктрины по ходу к жизни к месту России. Во-вторых, потому что понравится любую цену, это про нас. Особенно про тех, кто считает себя просвещенным классом. Да. Потому что интеллигенция... Креативным, как сейчас принято. Я вообще эти вот такие истории креативным, просвещенные. Просвещение же это хорошо. Просвещение это хорошо. Также как образование, это же тоже замечательно. Что такое образование? Кто-то из умных учителей сказал образование, это умение мыслить образами. Вот во второй части нашей беседы мы поговорим про образование, про спорт и про жизнь. А про политику думаю, уже не будем. Вот вы меня удивили, сказав, что вы сын шофера. А ведь я думал, что вы сын боксера. Что... Одно другому не мешает. Нет. Вот это вот очень важно. Именно, мне кажется, терминологическая вещь. То есть, я думал, что определяющим было то, что ваш отец был... Папа мой, конечно, но как повод для... Это сейчас, видишь, я настабачился, стал длинно говорить и запутанно, в общем-то. Тогда-то я говорил коротко и категорично, как мой папа, учитывая, что в силу возраста и воспитания я не мог позволить себе непечатые, емкие, очень убедительные определения. Понятно, что я как-то вот старался в таком в рамках лапидарного языка плаката, да, размещаться, хотя тогда еще ни агитатором, ни главарем не был далеко. Поэтому, конечно, мой папа, он шофер сначала. Именно поэтому я предпочел, закончив 8 классов, пойти учиться в автотранспортный техникум. Потому что, когда я ему говорю, зачем ты это делаешь? Может, десятилетку? Я говорю, нет, пап, в автотранспортный техникум, потому что я хочу быть как ты водителем. Он говорит, водитель, сынок, это ты, может быть, а я шофер. Мы все ремонтируем, мы меняем масло там и все остальное, колеса, мы все сами делаем. Шоферюги – это другая категория, но ты должен понимать, это очень тяжелый труд. Подумай, я для тебя такого будущего не желаю. Благодарен, что ты так высоко ценишь создание династии шоферской, но давай, посмотри, посмотри повнимательнее, папенька мой. Поэтому сначала да, но потом ведь я не мог понять, откуда у него эти сокращения. И этот же человек, когда я проиграл для себя 4-е Олимпийские игры, проиграл не только для себя. Ну что же проиграл? Вы взяли серебро? Что же взял? Я заслужил всего лишь второе место. Он ко мне подошел, сказал, сынок, что ты платишь? Все это суета. Прям плакание? Вот именно прям. И прям здесь ключевое слово. Потому что, если пытаться добавить сюда драматурги, я был безутешен. И хотя я сейчас пытаюсь ерничать по этому поводу, но клякса все равно не сходит, на меня черное от этого не становится. Он мне подошел, зашел под трибуну, он был там, был в Сидне, он подошел, а матери позвонил, сказал, что живой, все нормально. Все это суета, сует. Представляете, нет? Бесполезное тамление духа. Я-то знаю эту цитату. Но даже уже по прошествии такого времени я не предполагал в своем папе, который шофер по мировосприятию и боксер по отношению к жизни вообще, потому что для него бей с левой, не прошло, бей с правой, он об этом никогда сложно не говорил, но это единственное возможное, то есть добивайся, не прошло справа, не прошло с левой, повтори заново, не прошла двоечка, колоти троечку, вот и все, начинай с себя. Скажите, а вот у вас и дочь спортом занимается, Иван Александрович, считаю, уже выдающийся спортсмен. Что он? Выдающийся, если рост, так молодец, зачетник, мастер спорта уже. Ну, я считаю, уже кое-что. А что с Денисом Александровичем в этом респекте? Два раза был пятым на России, по имени нашим, ну, он такой, более технический по складу характера, по своим предпочтениям. Сейчас победитель России в классе на машинах гоняет, но взрослый, вот, и свои борцовские навыки продолжает только на баскетболе раз в неделю вместе с такими же кривоногими, как и я. А все остальное время посвящает именно автомобильному спорту. Вы в первой части программы упомянули свою дикцию, я вспомнил вопрос, который вам задавали дети, в передачу выходили, отвечали на вопросы детям. Вас там спросили насчет вот красирования, как это называется, нечетку букву, эру, вы говорите. В детстве это было проблемой? Да нет, до тех пор, пока меня мама к логопеду не привела. Так, после этого это стало проблемой. Мама моя ныне покойная, да, ну, как-то, она такая, я на маму похож, точнее, даже на ее папу, на дедушку своего, который воевал и умер уже после войны от ран. но я его застал, точнее, неправильно, он до меня дожил, наверное, я сказал, что я его застал, не очень, наверное, это правильно, Иван, который, Иваныч. Вот, да, привела к логопеду, что-то там, я помню, что несколько раз смотрели, а потом, помню, я потом уже у мамы спросил, в чем была я такая гневная реакция, когда стал взрослым и осмелился задавать вопросы. Логопед порекомендовал взять свисток, вытащить из него, там такой шарик есть, который трели создают в свистке, и делать языком так, чтобы, значит, развить мышцы языка, я уж не знаю, или гортани, чтобы трель получалась. Мама сказала себе свисток, в общем-то, возьми, примени в другое место, и после этого мои эксперименты с расправлением гикца, они закончились благополучно, то есть в этой связи, там комплекса, проблем, никогда. Это потом уже, когда я, опять же, все с борьбой пришел, у нас есть такая процедура взвешивания, подошел, подал свидетельство о рождении, взвешивался, спустился с весов, врач меня осмотрел, я подхожу, судья фиксирует все это дело на взвешивании, он говорит, фамилия, я Карелин, он Карелин, Кабелин, Калелин, в общем, я схватил, не знаю, килом на полтора, а он просто, не стесняясь, издевался на потеху всех остальных, я уже, когда понял, что я не смогу воспроизвести, а чем дальше, тем сложнее, уже все, слюна, ворту, горечь, хамить же нельзя, это же тренер сидит, который сейчас работает судьей, ну, в общем, я развернул свидетельство о рождении и показал ему, какая у меня фамилия, вот тогда, может быть. Вот вы тренеру упомянули, удивительная, конечно, история с Кузнецовым, вот у меня в вашей биографии больше всего поражает не список побед и не список медалей, а вот это потрясающий пример лояльности, что вы остались. Преданности? Какое? Постоянство. Ну, давайте постоянство, то, что вы... Лояльность – это то, что корректовано законом, если понимать этимологию слова. Я соглашусь абсолютно, но смысл в том, что вот ваш первый тренер, и вы с ним остались, хотя, понятное дело, что вам делалось масса предложений. И я-то на самом деле вот в истории спорта вот не помню таких примеров, чтобы человек достигал таких высот, как вы, и остался при этом самым первым тренером. Вы вообще в жизни своей сталкивались с предательством? Вас когда-нибудь предавали? Наверное. Наверное? То есть вы этого не знаете? Нет. Я предполагаю, об этом не сильно распыляться. Потому что это такие споры неверные. Но я должен вам сказать об одном. Вот вы сказали, что вас не список побед впечатлил, а пункты в биографии, что Кузнецовик Михайлович, к которому я пришел, который пригласил меня и который последний раз выводил меня. И сейчас, когда я позволяю себе небывалый роскошь, приходи в зал борьбы, он и сейчас у нас отношения с ним, он тренер, я воспитанник. Он выходит на ковер? Он тренер, я воспитанник. Выхожу на ковер с другими. Но он тоже выходит, он тоже... Мы уже 75... 75 будем. 75, да. 75, чуть больше полгода до этого юбилея. Папеньке моему будет 80, а ему 75. Дай бог ему здоровья. И он 50, почти 4 года, выходит на ковер уже как тренер из этих 75. Но я бы хотел сказать немножко о другом сейчас. Я думаю, что достичь я смог очень много, потому что я не тратил время и потери, не терял эмоции на принятые у нас у русских искания, терзания. А может мне тренера заменить? А может мне поехать там поискать где-нибудь более речистого, более пробивного организатора моей судьбы? Вот и все. Мы делали замечательное, правильное дело, когда однажды мне попытались дать взятку в виде того, что он второй отец. А учитывая, что папа, мы не только шофер, но и боксер, у него все категории суждения, они категоричны. Он сказал, отец у тебя, сынок, один. Один. И тогда для себя я уже понял, когда мне задают вопрос за сих пор, какие у нас с ним отношения, дружим мы. Нет, он тренер, я его воспитанник. А вот это поставить-то, оно, вот это ваше качество распространяется, допустим, на школьных, армейских друзей. Вы с кем-нибудь поддержите отношения, с тех, с кем вы были? У меня есть эпизоды. У меня есть одна история, которая генеральная, и ей посвящены и помыслы, и энергозатраты, и все остальное. Я, конечно, не говорю сейчас о родителях, о семье, я говорю о занятости, как таковой. Здесь, вот, поддерживать отношения, мы встречаемся, все остальное, это фрагментарно, это относится к другому. Я однажды лишь был только на встрече школьных друзей, потому что пока я был частью лучшей команды мира, не совпадали графики, и как-то, ну, а поговорить на сборах, вы знаете, извините, сейчас подготовка к чемпионату мира, а мне надо 1 сентября поехать со своими школьными товарищами встретиться. И как-то так получилось, что я, вот, из-за занятости, из-за, вот, скроенности, условности этих, я не присутствовал никогда, я никогда не был. Сейчас уже, когда закончил, когда депутатом встал, подверстался, пришел. Понятно, что у меня на таком разрыве, ребята за друг за другом следили, там они смотрели. Я, конечно, пришел в 19-й школе, которую я заканчивал, обнаружил в музее, который был музеем молодогвардейцев. У нас школа одна из первых пяти построенных еще по тем указам. То есть, это городу 125, в школе 110. Вот, и там был музей героев молодогвардейцев, героев Краснодона. И свой первый входной билет в сборную я покупал, один из них. Покупал, оплачивал потом и полетом через спину с проигрышем на туше, хотя я и выиграл по совокупности турнир, именно в Краснодоне. В Краснодоне на турнире, посвященном памяти героев, молодогвардейцев. Я пришел на руинах этого музея, его сократили, там убрали из зала, занимал намного меньше времени. Отдельная экспозиция, посвященная, в общем-то, выпускнику, который восьмилеточку закончил в 19-й школе города Новосибирска, и там почему-то про меня. Журналы там, все, выписки. Хотя я же не был хорошим учеником, нужно это признать, потому что я научился понимать, как учиться реально, и распределять свою силу, только когда занялся борьбой, опять же. Тех, с кем в техникум учился, там еще сложнее, потому что поступал я с полным желанием быть техником-механиком, автослесарем и шофером, все это у нас было в одном дипломе, а через два года я стал уже человеком, который претендовал на место сборной команды. Вот вы сказали, что вы не были хорошим учеником, а вы были хорошим отцом, вот учитывая эти обстоятельства, которые вы обозначили. Ну, в том смысле, что, нет, я имею в виду вот ваш период, когда вы отсутствовали просто физически, физически дома и не видели. Я тоже был профессиональный командировщик. Да, вот. Я не знаю, как отец, я думаю, что не ко мне вопрос, а вопрос к детям, наверное, если говорить об отцовстве. Но хорошим физиологом я был, в общем, и остаюсь, на самом деле. А вы вот из тех отцов, которые следят за тем, кто является спутником дочери, кого сыновья себе выбирают, или вы полностью доверяете их вот в этом, в личном отношении? Ну, учитывая, что у нас единственный возможный стиль управления сложным социумом под названием семья, у нас демократура. Поэтому мнения должны быть учтены, особенно старшего поколения. Понятно. В духе времени со старших товарищей. Поэтому каждый раз, когда происходит любая история с выбором, но мы сейчас не о спутниках, я бы предпочел говорить, наверное, потому что это личное, о форме занятости или, например, манерах поведения, досуга, свободного якобы времени, праздность не прощать. И здесь, исходя из этого, я предпочитаю, чтобы мнение мое и не только на семейном совете было услышано. Знаете, когда вы беседовали с... Я просто перед встречей отсмотрелся. отсмотрелся. Я помню, что вы готовы. Все, что нашел на виде хостинге. А я начинал не читал ваше письмо. Вот с Димой Дибровым вы категорически отказались говорить о жене, а когда беседовали с детьми, то этот вопрос как бы прозвучал, вы на него ответили. Это зависело от того, кто спрашивает, или просто у вас разное настроение было в разные годы? Всегда одно и то же настроение. Просто я помню излечение одного из поросят, дом поросенка этого крепости. Здесь нет. Ну, я вообще считаю, что этим не должно, не должно это выставлять. Это не тот фрагмент, который должен находиться на обозрении, даже на поверхностном. Вот и все. Я знаю, что у вас было как минимум одно сотрясение мозга. У меня просто у самого несколько было. И сейчас вот я уже с возрастом начинаю от этого как-то вот, ну, страдать. У меня там головные боли появляются. У вас вообще впечатляющий набор травм, у вас там большая грудная мышца, отрывались, ребра болтались. Вот жалеете, что там давали по голове, в смысле там, и что-то у вас отрывали, может быть, не стоило? Стоило. Стоило ради чего? Ради чего? Да. Стоило ради чего? Ради того, чтобы быть в этой команде. Чтобы быть в команде СССР, потом Российской Федерации. При том, что даже будучи в команде СССР, я все равно был в Российской Федерации, но только с более длинным названием РСФСР. Поэтому и всегда оставался новосибирцем и борцом из Новосибирска. Поэтому только ради этого, чтобы быть в этой команде. А если еще, все это потом еще не стесняюсь подредактировать, что я был неплохо, боролся и был одним из лидеров весовой категории. Или, например, такой очень приятный, обязывающий ко многому век честогранной наживы бонус, наверное, нужна. Это капитан сборной. Капитан сборная, которая огромна по своим достижениям, без прецедента, по своим маститым спортсменам. Когда ты тренируешься с одним из них рядом, а другие уже, вышедшие в тираж, тренерами являются в этой команде. Поэтому ради этого только стоило терпеть. А вот виды спорта, которые выбирали ваши дети, они в контексте демократуры, которая в семье. А обсуждалось это с родителями, с отцом? Или здесь им был дан карт-бланш? Учитывая, что оба богатыря занимались борьбой, конечно, карт-бланш. Куда я их приведу? Я приведу их туда, где все понятно, где я разговариваю на одном языке, понимая, что возникает обременение неимоверное. С такой фамилией вообще на ковер выходить не самое интересное. Да, это очень сложно, кстати. это огромное бремя, огромный гнет. То, что происходило с дочерью, это уже решение, конечно, в большей части жены. Потому что именно она... Опять же, жены, но не ее собственная. Не решение. Когда приходят в гимнастику. Вот вы сейчас так укусили губы, пытаясь меня опять столкнуть на какие-то личные подробности. А все же очень просто. Все очень просто. во сколько лет приходит? В 3-4 года в художественную гимнастику приходит. Может человек в огромных способностях к акселерации сам для себя определить, что он в этом возрасте неудержимо, неумолимо хочет заниматься именно гимнастикой. Или, я не знаю, борьбой пускай, чем угодно. Или рисованием, шашками стоклеточными. Или, например, хочет он в 3 года выучить китайский или английский язык. Но это же все равно это данности, которые предлагают и на которых настаивают те, кто отвечает за происходящее. То есть, родители. Вы какие-нибудь ошибки совершали? Конечно. Я вообще человек, ошибка на самом деле. Ух ты! Вот это интересный тезис. То есть, поясните. Да очень просто. Я должен был остаться в том зале, куда меня папа привел в КВАС. Я должен был быть боксером. А потом, выходя мимо, Кузнецов пришел, посмотрел, пригласил в зал борьбы и все. И вот так. То есть, это элемент случайности был? Конечно. Тогда вы верите в случай, стало быть? Нет. Не верите? Я часть этого случая. Для этого не нужно в него верить. Я просто вот пытаюсь понять. Не нужно усложнять. Усложнять не нужно. Шансы же они выпадают. Если каждый раз просчитывать вероятности, то ты пропустишь половину своих возможностей, если не большую часть. Не половину даже, там, 99%. Поэтому появился шанс хватайся, не греби. Бери больше, кидать дальше. Все же просто. Вот я помню в одной из бесед вы сказали, что у вас с 17 лет товарищи, коллеги называли Сан Саныч. Да, с неполных. С неполных 17 лет. А Виктор Михайлович вас как называло? Саша. А в семье у вас тоже? Дома? Ну да, папа, мама, тоже Саша, никаких не было. В школе никаких не было? Были. Обидные. Обидные? Да. Ну я же был крупным. Задача каждого школьного забияки уязвить и уесть того, кто крупнее, кто больше. А как? У кого-нибудь унижать и пытаться принизить, как не человек, который младшит тебя по возрасту, но больше наглого тебя по росту. Поэтому вот эта вот история с дискриминацией ростовой, она мне очень хорошо знакома. Потом уже попав в команду, там приходили люди, которые в том числе и предлагали себя как тренера. Они говорили, слушай, ты же штучный экземпляр. Но они говорили по-другому, штучный товар. Из-за веса большого, да? Да нет, потому что я был просто крупным парнем. Потому что я просто чуть дольше формировался. Не потому что вес был большой, а потому что я долго формировался, дольше. Акселерация. Ну, хорошее слово, да. Абсолютно верно. Существует такой термин у психологов компенсация, когда человек вот чтобы... Вот я считаю, что вы, как, наверное, ну, никто в мире компенсировались. То есть вы стали настолько великим человеком, что все те, кто вас когда-то, может быть, дразнил, сейчас, я думаю, что горько-горько плачут. Огромное вам спасибо за вашу биографию и за эту беседу. Спасибо. В случае с Евгением, это знаете, как когда ты сдаешь преподавателя, даже если ты не очень уверен в своих знаниях, но предварателю добрый тебе. Иногда, в части, точнее, чаще всего в этом случае, в части вопроса задано, если не часть ответа, то хотя бы настроение, которое предполагает этот ответ. Нет. Подкупает то, что подготовился, то, что посмотрел. Ведь многие участники вашего цеха, фабрики общественного мнения, не настолько самосослевоточены, что никогда не смотрят то, что сделали их коллеги. Вот. И предлагают или предполагают оригинальничать. Здесь я этого не увидел. Ну, если я могу судить, в общем-то, я же на самом деле далеко не журналист. Но то, что произошло, удобно, наверное, неправильно. Комфортно тоже не то место. Это не диван. Все было, на мой взгляд, верно. И воздрало смысл. Ну, надеюсь, мои длинные ответы не отвлекли нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова